Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Напоминаю также, что сегодня, поскольку понедельник, я проведу традиционный вебинар. Правильно, понедельник, причем тему этого вебинара традиционно предлагаю выбрать вам. В нашем телеграм-канале мы запустим голосование, предложим несколько топиков на выбор по совершенно разным сегментам финансовых рынков с акцентом на совершенно разные фундаментальные события. И та тема, которая наберет больше всего ваших голосов, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Вебинар состоится в 16.00 по московскому времени. Ну что ж, это неделя. Если вам показалось, что прошлая неделя была достаточной с точки зрения волатильности и движения были лучше, чем можно было предположить, то могу точно сказать, что эта неделя превзойдет все самые смелые ожидания, потому что на этой неделе очень много значимых фундаментальных отчетов, которые не оставят равнодушным буквально в смысле никого. Ну, давайте начнем по порядку. Сегодня мы ждем данные по ВВП Германии в 7.00 по GMT, далее в 10.00 по GMT-индекс настроение в еврозоне. Ну, это так, начало, скажем так, для того, чтобы мы начинали погружаться в трейдерский будний. Обычно понедельник – это спокойный день. Но буквально уже с торговой сессии вторника нас ожидает блок китайских данных по индексам промышленной активности и сфере услуг. В среду мы перейдем на анализ рынка труда США, отчет ADP, который, как вы знаете, предваряет выхода официальных данных по Non-Farm Perls. Это важнейший отчет по состоянию американского рынка труда и релиз, который напрямую влияет на будущее решение Федрезерва по ключевой процентной ставке. В среду, помимо отчета ADP, нас ожидает заседание американского регулятора. Решение по ставке и традиционная пресс-конференция руководства Федрезерва. В четверг заседание Банка Англии. И в пятницу, когда, по идее, можно было бы расслабиться после такой недели, но не получится, потому что в пятницу будут Non-Farm Perls – отчет, который задаст задел уже на будущий месяц в плане ожидания того, что со ключевой процентной ставкой сделает Федрезерв до конца этого года. По порядку, в целом, можно сказать, что настроения на рынке не изменились. Мы были правы, когда определили неизбежность роста американского доллара, который продолжает обновлять локальный максимум. Ну или, по крайней мере, он стабилен и держится на высоких ценовых уровнях. Что касается рисковых инструментов, то они снижаются. Я думаю, что эта тенденция будет продолжена. Две основные причины роста американского доллара. Во-первых, это доходность американских облигаций. Десятилетний трежий содержится на отметке 4,88%. Я полагаю, что до тех пор, пока облигации не опустятся ниже 4,5%, вообще не стоит рассматривать индекс доллара как инструмент, который готов к какой-то выраженной и значимой коррекции. Геополитика никуда не делась. Все наши внутренние миротворческие порывы, которые я транслировал еще на прошлой неделе, что хотелось бы, чтобы конфликт все-таки пошел на такую деэскалацию. Но, к сожалению, ближневосточный конфликт именно арабо-израильский, кризис, он только лишь усугубляется. И последние новости, я думаю, вы все за ними следите. Уже самая настоящая конфронтация, конфликт между мусульманами и евреями. К сожалению, ситуация стала еще хуже. Поэтому геополитика останется одним из основных факторов поддержки для курса американского доллара, потому что доллар – это защитный инструмент. И ни в коем случае эти свойства нельзя списывать со счетов. По макроэкономическим данным, статистика с конца прошлой недели – это личные доходы выросли на 0,3% в США. С прошлого значения рост на 0,4%. Расходы увеличились на 0,7%. В целом, расходы и стали одним из основных источников роста индекса потребительских цен. Мичиганский индекс потребительских настроений – здесь тоже положительная, позитивная динамика. Рост с 63 пунктов до 63,8. И, может быть, самый важный релиз с пятницы – это расходы на личное потребление. Многие считают, что, наверное, это действительно так, нужно признать. Это индикатор показателя инфляции в целом в американской экономике. Расходы на личное потребление в месячном выражении выросли на 0,3% против роста на 0,1% два месяца назад. То есть мы видим то, что основания для роста инфляции сохраняются, поэтому мы, разумеется, можем и дальше транслировать идею того, что Федрезерву нужно также активно бороться с высокой инфляцией. Ну, как минимум, сохраняя процентную ставку на тех уровнях, на которых она находится сейчас, либо даже в идеале уже можно анонсировать в каком-то формате дополнительные шаги по ужесточению национальной денежно-кредитной политики. Ну, с прошлой недели у нас тянутся сильные данные по ВВП в целом, индексам IPMI, заказам товара длительного пользования. В общем, идеальная уставка для дальнейшего просто американского доллара. Золото, как мы и ожидали, 2 тысячи долларов за трость конусу, этот уровень был, по сути, логичен в плане достижения из-за событий на Ближнем Востоке. Я думаю, что, друзья, это еще не предел, потому что, к сожалению, новостной фон в плане геополитики может и, скорее всего, ухудшиться, поэтому в качестве следующих целевых ориентиров по золоту я бы советовал смотреть уже на значение 2,50, 2,100. Ну, еще раз повторюсь, что я просто обозначаю какой-то ориентир, тенденцию. Лично я в сделках на рынке драгоценных металлов пока не участвую. Евро против доллара 1,0561. Решение Европейского Центрального Банка в соответствии с ожиданиями ставки оставили на прежних уровнях, не изменили. ИЦБ считает, что инфляция вернется к цели только лишь в 2025 году. До этих пор экономика будет очень уязвимой, останется под давлением и явно, наверное, не вытащит, не вытянет еще один или несколько шагов по ужесточению национальной монетарной политики. Без повышения ставки, это уже много раз говорил, пока что у евро нет шансов на рост. И к тому же, сравнивая индекс доллара и европейскую валюту, ну, понятно, что американская валюта сейчас будет пользоваться большим спросом. Британская валюта 1,2120. Ждем тест поддержки 1,20. Заседание Банк Англии состоится в этот четверг. Инфляция, да, на очень высоких уровнях, 6,7% в Англии. Но учитывая, как сильно проседают розничные продажи, экономика в целом, Банк Англии точно не пойдет на повышение ставки. И без повышения ставки такая же аналогия, как ситуация с евро. Фунт, ну, просто не сможет окрепнуть и, соответственно, перехватить инициативу уха доллара. Доллар иена 149,55. Вот здесь снова коррекция. По идее, после выхода токийских данных по инфляции, она выросла с 2,8% до 3,3%, можно было бы предположить, что при росте инфляции Банк Японии начнет корректировать национальную монетарную политику. Но пока этого не происходит. Да и пара после этих данных не очень сильно просела всего лишь уровня 149,55. Я решил, что можно снова попытать удачу с ожиданиями повторного тестирования психологического сопротивления 150. И небольшим объемом, собственно, зашел в эту сделку. Жду движения вверх. И СНП, американский фондовый рынок, 4150 пунктов. В соответствии с нашим прогнозом американский фондовый рынок снижается. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока.